Добрый день! На святе побывала наша здымочная бригада. Люди работали практически на износ. Но есть результат. Сегодня не зра, что мы участвуем здесь в механизаторах наших, руководителей, специалистов. Есть за что просто сказать людям спасибо. Регион живет нормальной жизнью. Больших проблем в регионе нет. Это самое главное. На сцене выступали коллективы мостатской самодейности. Рамесники проставили свою творчесть у галереи под открытым небом. Многие из их работ – соправдные творы мостатства. И с пустыми руками проехали на святые же хоровесок. Столы ломились от продукции под лепшим для гандлю брендом. Усё натуральное – своё. Дарычу укладу свята унесли усеразом. Квятнее и город имянинник. Конечно, город изменился очень хорошо, потому что у нас много очень новостроек. Сам город преобразился, площадь наша преобразилась. Новая библиотека у нас появилась, гостиница новая. Это всё, конечно, отразилось на нашем городе. Праздник очень хороший. В этом году постарались над славой. Для детей много развлечений и для взрослых. Поэтому всё очень хорошо. Но главной часткой районных дожинок стал безумовно конкурс подворков. На каждой из них завабливали водором юшки, якая варылась на костры, и множеством инших страу. Сустрака лишь у лепших традициях белорусских вёсок, голосистыми пропевками под гармоник. Про то, что свято отрымалось, оказали не только жидкаучане, а и гости сдалёк. Сироты, кто наведал День города, была делегация с Фатежского района Курской в области, побратима Жидковицкого района. Побратимские связи у нас установлены очень давно. И, по сути дела, мы сюда уже приезжаем, как свои люди. Всё нам здесь знакомо, всё привычно. В имени района Побратима я хочу поздравить всех жидковчан с днём рождения города, пожелать счастья им, их семьям, родным, близким, знакомым. Пожелать дальнейшего процветания вашему городу. Руслан Пролясковский, Олеся Рузянкова, Александр Александронец, телерадио-компания «Гомель» Жидковицкого района. Кто хочет за инших, зможе запрэкши коня, посекши дровы и кто готове самую смачную вязковую ежу. На это пытание шукали отказы подчас областного этапа семейного сельско-господарчика проекта «Уладар-села». На им вызначили семью, якая проставить регион на республиканском форуме. Дмитрий Котов сочил за ходом цикавых и непрадказальных баталий. Семейный конкурс для людей, які проживають у сельской мясовости, проходит с 2007 года. Выявлять мацнейшого у регионе на гэтый раз вырошили у агрогородку Тихинич и Рогачовского района. Летость семья с гэтого региона заняла гоноровая третья месца на заключном республиканском этапе. Мы ищем молодые семьи, которые не только в хозяйстве хороши, но еще и в творчестве. Ежегодно мы проводим районные этапы, по итогам которых отбирается лучшая семья в каждом районе Гомельской области. Затем следует областной этап. Здесь мы выберем одну семью, которая будет делегирована от Гомельской области 22 октября на республиканский этап. Для того, как здесь нет подороже на республиканский этап, необходимо было выявить у ладора села по выниках 5 испытов. Первый из пропонуемых заданий, визитная картка семьи и видеоролик «Наш подворок» подтвердили в черговый раз универсальность конкурсантов. И они не только працавитые, але и неверогодно талиновитые люди. Спортивный азарт сельским колоритом, запрещивши коня, конкурс древосеки. Безумовно, эти выпробования стали самыми видовичными. А лишь назвать их складанными нельга, потому что с такой працей сельские жихары заусердно сустракаются в своем повседенном житте. Передать азарт, за яким змагались удельники, немагчимо. Яны быцам знаходились на соправной спортивной арене с активными и энергичными болельщиками. Эмоции не стихали ни на секунду. Саступать вот таким поединку никто не жадал. У нас семья очень активная. Мы на протяжении, сколько, вот женаты, действительно, все время везде участвуем. Я знакомых очень много встречаю. Я знакомлюсь с другими семьями. Ну и как бы общение для меня тоже это очень важно. А пошня выпрабывания выявляла мацнейшого у кулинарной справе. Мясные и молочные деликатесы, пироги с фруктами и гародненной и, конечно, разностайные стравы с бульбы. Смак и водор приготованной ежи не покинул обыяковыми членов журы. И, как признались организаторы конкурсу, вызначить выникового переможцу стало яще больше складана. А лишь выбор необходно было робить. Первое место разделили две семьи. У ликовых Шашерского района и Юшковских с Рогачевского. Гонор представлять регионной республици выпал опошним. Конечно, это очень приятно. Семьи были замечательные, дружные, красивые. Программа была у всех сложена. У нас просто нет слов. Нет слов. Мы очень рады, что победили. Постараемся не подкачать и достойно представить свою семью на следующем конкурсе. Без уваги организаторов не застався никто зудельников. Кожная семья отримала дипломы и каштоны и подарунки. Дмитрий Котов, Ёлген Макеенко, телерадиокомпания Гомель, Рогачевский район. На минулых выходных у Гомеля отбылась доброчинная акция «Поверут суд. Разом с нами». И организатором выступила Гомельская епархия Белорусской православной церкви. Отделы мероприемства приняли юные гомельчане и их батьки. Под обязанностью в сюжете Вероники Ворошилиной. Масштабная доброчинная акция «Поверут суд. Разом с нами» объеднала у текавой и забавляли на гульновой программе деток самых разных узростов. На открытой пляцовце на территории храма святого Архангела Михаила им был пропонован широк взаимальных конкурсов и викторин. Тут выявляли лепших у активных гульнях заданиях на трапность и творчая здольности. У акции приняли удел выхованцы новокольных детячих садов и школ, а так само их батьки. И они могли отримать асалоду от концертной программы, подрехтованной волонтерами Гомельского инженерного института МНС, согреться гарачи горбаты и поспробовать смешные блины, приготованные приходжанами храма. Акция «Поверут суд» разом с нами у Гомеля ладится уже другой год запор. Ей головная мета да помахчи хворым детям. Мы проводим конкурсы для детей из нормальных семей, для их родителей. В то же время мы раздаем листовочки и призываем их откликнуться и подарить радость свою, разделить ее с детьми, которые неизлечимо больны, с их матерями. Принести какие-то подарки, внести, и мы в свою очередь отвезем потом этим деткам и подарим от всех людей эти подарки. Уси собранные подчас доброчинной акции «Сродки и подарунки» будут накерованы на допомогу детям Гомельского областного центра крыльцинно-развивающего навучания и реабилитации. Зараз там займаются колесо-ребят. Любая допомога и поддержка с боку необъяковых людей для их життёво важная. Благодаря участию наших волонтеров, участию храма, участию прихожан, родители наших деток и детки, они ощущают заботу. Заботу всего города, всех наших жителей, которые не оставляют наедине с их бедой, с их проблемами, а просто участвуют в их жизни. Акция «Поверут суд разом с нами» накерована на объединении Гомельчан у адзинным доброчинным парыве. Унести свой уклад у гэтую добрую справу и допомог чих хворым детям у храме святого Архангела Михаила можа кожны для гэтага достаткова меджаданне. Вероника Ворошильна, Валерга Панько, телерадоя компания «Гомель». И на приканце выпуску коротко про надворье. Змену его характера прогнозуют на гэтым тыдне специалисты областного гидрометэцентра. На Гомельчану пройдуть дожжи. Кроткчасовые опадки макчимы у ночи местами, а завтра у день на большей часы территории. Начинает температура по ветру складе от 1 до 6 градусов тепла, дженная до плюс 11. У Сяраду и Часвер во сходних районах прогнозуются дожжи с мокрым снегом. У нашей слыбок термометра покажет от 0 до 5 градусов, у день от 2 до 7. Самыми теплыми днями на гэтым тыдне будут выходные, потеплее до 10-11 градусов. У неделю опадков не прогнозуется. Новин региона, информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до сустречшего эфиры.